Прежде чем начать это видео советую также перейти и посмотреть другие видео на моем канале вы сможете увидеть самые актуальные темы которые вам будет полезно узнать а также подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и если видео понравилось вам, из чего делают колбасу. Этот вопрос показался бы глупым если бы вы его задали лет 50 назад сейчас этот вопрос очень актуален. Каждый раз отрезая кусок колбасы и восхищаясь его вкусовыми качествами вы не думаете что этот безупречный вкус торжество не пищевая химической промышленности. Мясо в современных колбасных изделиях скорее наполнительнее железновная составная часть. Хорошая колбаса это колбаса которая в своем составе содержит только натуральное мясо без добавления крахмала стабилизаторов соевых компонентов и ароматизаторов. В супермаркете вы такую колбасу не найдете ведь продукт должен иметь достаточно большой срок хранения чтобы просто не испортиться в ожидании когда его купят поэтому в рецептуру вносят консерванты. Да эти консерванты вносят строго в регламентированном количестве как требует регламент о данных пищевых продуктах. Но вдумайтесь сколько мы поедаем консервантов и прочей химии в якобы безвредных для здоровья дозах каждый день в наш организм поступают эти маленькие дозы. Внимание не покупайте такие колбасные изделия включая сосиски и сардельки помните что для детей это в 10 раз вреднее. Если посмотреть на состав сосисок то мяса в них практически нет сегодня туда позволяется добавлять все. Когда дома вы разделываете мясо и выбрасываете жилки кожицу и прочую собачью еду то знайте все это основная часть сосисок так называемая перемолота и уваренная эмульсия. А чтобы придать этой вонючей эмульсии хорошие вкусовые качества и товарный вид в ее состав включается ничтожное количество мяса и огромное количество соевого белка усилителей вкуса гидроколлоидов водорастворимых красителей и конечно же идентичные натуральным ароматизаторы. Приятного аппетита вы питаетесь собачьей едой это бизнеса в бизнесе главная прибыль. Вот примерный состав сосисок в полимерной оболочке 45% эмульсия перемолотые и уваренные до состояния светло-серой кашки кожа кости с упродуктами отходами сопроизводства 25% соевый белок для справки 70% сои это гаэмо 7% мяса 15% мяса птицы 8% мука крахмал вкусовые добавки и ароматизаторы. Состав сарделек не лучше 35% знакомая нам эмульсия 30% соевый белок 15% мяса 10% мяса птицы. Колбаса вареная 25% эмульсия 25% соевый белок 10% мяса 30% мяса птицы. Я считаю что нас просто обманывают если колбаса изготовлена из крахмала сои и других добавок ее следует и называть соответственно например соевый батон и продавать его по соответствующей цене. Тогда покупатель наконец получит возможность выбирать между растительными компонентами и мясными. Настоящая колбаса должна содержать в своем составе мясо сало шпик и пряности соль перец мускатный орех и так далее. Кстати в советские времена всю колбасу изготовляли строго по гостам тогда строго следили за тем что человек ест а нашему современному пищевому бизнесу это не нужно. А вы знаете откуда пошло название колбаса докторская? Есть легенда что рецепт знаменитой докторской был создан по прямому заказу Сталина вождь народов считал что советскому человеку нужен продукт который бы повышал его производительность труда вот отсюда и пошло ее название. Считалось что количество витаминов и минералов в этой колбасе точно отвечает соответствует потребностям организма. Состав докторской колбасы по госту 25% говядина желованая высшего сорта 70% свинина желованая полужирная 3% куриные яйца 2% коровье молоко сухое. В процессе либерализации рынка пищевые предприятия получили право выбора или работать по гостам или разрабатывать собственные технические условия. Большинство копченых колбас до сих пор изготовляются по старыми советским гостам а вот наваренные колбасы они пересмотрены. Стандарты стали более удобными для производителя если гост не позволяет заменить мясо растительными ингредиентами то технические условия пожалуйста. Производители колбас создают собственные технические условия и называют свои колбасы не докторская а докторская новая или докторская люкс и они могут туда закладывать все что им вздумается но если они захотят написать докторская то должны уже производить ее только по рецептуре утвержденной еще в СССР. Полукопченные колбасы московская сервила должны производиться еще по советскому стандарту ГОСТ 16296. Следовательно по правилу, сегодняшняя московская содержит 75% говядины высшего сорта и 25% позвоночного шпика и никаких примесей сервила. 25% говядины высшего сорта 25% нежирной свинины 50% жирной свинины или свиной грудки плюс добавляются соль нитрит натрия сахар перец молотый черный или белый и молотый кардамон или мускатный орех. Кстати в советских ГОСТах все расписано до мельчайших подробностей каким должен быть цвет фарша состав оболочки размер батона запах вкус и даже размер кусочков шпика. Но колбаса нередко выпускается не согласно классическому ГОСТу а техническим условиям в этом случае мы будем жевать различные биодобавки измельченные шкурки животных сою и так далее. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал.